Тамаре Руснак из села Рогаже нашел Данежского района 66 лет. Она всю жизнь ткала ковры. Этим женщина начала заниматься в 6 лет. Тогда же она заработала и первые карманные деньги. Ходили по деревне, ткали и зарабатывали деньги. Да что было тогда? Мне дали 50 рублей. Я такой большой ковёр ткала. Тогда были рубли. Хорошо было тогда. Одевались, обувались. Женщина говорит, что даже не знает, сколько ковров она соткала за всю свою жизнь. Из них было сотни. Одни свои работы Тамара Руснак дарит родственникам, другие продаёт. Недавно из Кишинёва приехала девушка специально, чтобы купить ковры именно у Тамары. Если бы мне это не нравилось, меня бы здесь не было. Но мне это очень любо. Как будто, когда у тебя жажда, и ты видишь воду, так и я жажду работать. В Касамаре Тамара Руснак наша съёмочная группа нашла впечатляющую коллекцию сотканных ею традиционных молдавских ковров. Женщины ежегодно участвуют в выставках, которые проходят в разных уголках нашей страны. Откать она может в любое время и лучше всего под музыку. Когда фильмы смотрю, но чаще, когда концерты слушаю. Они играют и поют, а я ткую и тоже напеваю. Сейчас у меня уже не тот голос, я уже старею. Женщина говорит, что в детстве ткала на большом станке. Сейчас же она работает на станке меньшего размера, на котором уже с уткала тоже десятки ковров. Тамара сама выбирает цвета и орнаменты для своих работ. Каждый ковёр имеет особое значение. Это два павлина, вот, посмотрите. Вот он, павлин, а вот и его хвост, а это цветы. Тамара Руснак говорит, что по большей части она работает не ради финансовой выгоды, а ради любви и популяризации традиционных молдавских ковров.